итак друзья всем добрый день друзья я рад вас сегодня сейчас здесь всех приветствовать друзья у нас а третий матч друзья плей-офф четвертьфинал друзья кубка гагарина между командами цска друзья и динамо московское дерби друзья третий матч стартует прямо сейчас друзья напоминаю что что 1 точнее каждая команда выиграла по одному матчу пока в этой серии друзья и ничего не ясно что будет дальше друзья динамо у динамо получилось зацепить одну игру в гостях думаю это очень важно для команды грекунова и сейчас друзья дома у себя при своих трибунах при своих зрителях друзья вот эта команда будет принимать друзья потенциальных друзья а лично для меня фаворитов в этой гонке московский цска друзья показывают нам лидеров команд как всегда михаил григоренко цска вадим шипачёв александр и грёменко будете защищать ворота московского динамо и ларс юхансом будет защищать ворота цска принципе как в прошлом матче будут защищать голки перед своей командой друзья у нас первое сбрасывание и первые звенья друзья встречается на площадке на центральном убрасывании шипачёв сразу же атакует но первая атака друзья не завершается чем-то серьезными шайбы даже не доходит до йохансона надо бы посмотреть каких звеньях играют команды и особенно первые звенья яшкин шипачёв и петерсон такая вот тройка у атакующая тройка у динамо и все кач капризов и григоренко такая тройка у московского цска потеря очень динамичная игра шалунов идет сам пытается бросить еще один бросок еременька отбивает бросок григоренко за григоренко за воротами сам выходит еременька выдвигаясь немного из площади ворот и все-таки шайбу эту фиксирует друзья у нас пару интересных моментов было и у той и у других вот и у тех и у других ворот но мне так кажется более опасно конечно же были возле ворот московского динамо проброс уже вторым фиксируется у динамо так на продолжаем матч полагалов на выбрасывании против 78 по номеру это было кулок толчинский бросает тарасов полагалов отдавал передачу будет сам бросать йохансон на месте полагалов добивает но все-таки не получилось эту шайбу добить мы сеев шайбу выбрасывать зону марченко нужно давать передачу акулов идет пока сам будет проходить бросается неудобно не получается добить чайковский защитник сам идет вперед полагалов полагалов ну почему шайба то не взята здесь да и был уже в зоне игрока московского динамо поэтому фиксируется а в сайт вбрасывание средней зоне ветеран попов набрасывание против а палькова григория шайбу бросает зону здесь мамин просто выкидывает пулкинин вроде бы шайбу сохранил но все равно атака потерял свои силы друзья и уже обратно снова атака от динамо мамин андронов очень динамично попов отдает передачу плохая передача григорьев бросает сам плохой бросок дальше шелунов еще шайбу бросают зону кисти цска шелона попробовал сам но безрезультатно инвершес нестеров говорил я по поводу трансфера бурмистрова в акбарса мне начали уверять комментариях то что такого нет это все слухи друзья напишите в комментариях кто еще думает что по этому поводу но я прямо видел информацию о том то что бурмистров будет играть в акбарсе я возможно ошибаясь но по-моему я видел эту информацию возможно это слухи но все равно факт остается фактом что эту надпись это этот пост я видел так у нас уже прошла середина первого периода пока без голов наш матч романов бросается кистей очень долго думал петерсон сам бросает но бросок приходится прямо по центру юхансен принципе вторым темпом эту шайбу прижимает показывает нам теперь звенья цска нам это не особо интересным потому что мы много раз уже видели лямин муранов вот если бы сейчас твой попал то было бы опасно акулов чайковский муранов интершес не попадает муранов с неудобнее опять не опасно для йохансена пошла такая информация о том что я не знаю я говорил они и нету что адмирал хочет не за из-за тех событий которые проходят сейчас у нас проходит такое слово то которые творятся в нашем мире сейчас хотят сняться они с чемпионата кхл следующего сезона принципе и по амуру была такая же информация то что возможно эти команды не примут участие в следующем чемпионате и в следующем сезоне и очень печально конечно лицезреть такие новости лагалов бросает сам после передачи защитника шелнов дает передачу на телегина телегин сам бросает юременко шайбу блокирует и ловит вот она тот самый бросок без возможности добивания все делать юременко принципе как и должен делать топовый хороший голокипер шипачев выигрывает у ветерана попова эту шайбу на вбрасывание здесь непонятно делать и это не что вообще не стерва показывает нам сегодня пока все игроки обеих командах без результативных действий но надеюсь на второй третий период команды разобивается напоминаю то что одну а игру московские динамы смогли зацепить у цска и счет пока 11 в этой серии напоминаю этот третий матч между этими командами для четверть финала у нас сейчас проходит во всех четырех сериях и принципе есть некоторые перерывы конечно переза перед матчами между матчами потому что чисто физически не не успеваю допустим снимать все четыре матча за один день но вот принципе как могу так и сразу выкладывать тем более появилась еще более положительная тенденция по поводу просмотров то что люди действительно смотрят людям смотреть интересно многие интересуются где скачать как играть я всегда рад помочь и интересно помимо того то что виртуальный кто выиграет регулярные чемпионаты вообще все весь сезон континентальной хоккейной лиги но здесь тоже будет интересно это посмотреть я так думаю всем интересно кто здесь в мхм надеюсь друзья выиграет кубок гагарина в этом сезоне первый период нас закончен друзья счет пока 0 0 есть преимущество по броскам у московского цска но на счете пока это никак не отразилось напоминаю то что в этом моде лорд хоккей вышла двадцать четвертая версия друзья ее можно уже скачать прямо сейчас и я пока играю на двадцать третьей версии но постараюсь за сегодняшний день все это исправить силы снять уже двадцать четвертую версию так шипачев отдает на яшкина капризово цепляет здесь как и удаление непонятно григоренко бросает не особо опасно бросок для беременко и секач бросает низом делал кистевой бросок яшкин проходит сам петерсон с неудобный добиться нет романов не даст так просто это сделать нужно передачу давать григоренко не сам бросает лямин 1 не помню третьего игрока с кем хотят расстаться динамо с московский потому что тоже видел информацию о том что с кириллом лямину хотят расстаться московской динамо с игорем полагаловым до полагала конечно если не тихий не заберет это будет очень классно это легенда нижнекамского хоккея не в плане того что он воспитанник нижнекамский хотя я даже не знаю полагалов наш воспитанник или нет но сам факт то что очень много сезонов полагалов провел именно в нижнекамске и его возвращение просто как никогда будет классными сейчас мне так как многие болельщики будут рады рады его возвращению вот третьего игрока к сожалению я не помню афиногенов афиногенов он да тоже покинуть не хотят с ним продлевать московский динамо с контракт толчинский делать славу прием на нем пулкинин нужно давать передача пальков нужно идти 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 о нестеров уже успел вернуться в оборону и закрыть бросок андронов надо давать передачу почему не было передачи непонятно чайковский здесь теряет шайбу алексеев серия взаимных каких-то знаете ошибок и все-таки в брасне будет зоне помнялся да нет зоны в зоне московского цска так в брасне проигрывает его динамовцы вы идет сам пока опять сам бросает что-то у нас бросков много но много бросков именно в сторону ворот но не в створ на створ не попадают здесь юрем очень далеко выкатился но шайбу смог прижать без каких-либо происшествий так у нас на брасне попов снова по моему проигрывает он браслами алексеева из и чайковского h2 игрока цска сразу прессуют но выходит из-под прессинга защитник хороший хороший кистевой борцовка от интершеса но опять же йоханссон шайбу фиксирует спокойно и надежно показывает нам болельщиков динамо все вздаве все на позитиве и конечно ждут победы от своей родной команды московскую динамо пока не сказать что бог складывается серия для них но это очень большой шажок конечно будет для московского динамо если они победят цска логов моисеев плохой бросок попадает прям защитника блокирует этот бросок просто шайба выбрасывается зону бойков тарасов как-то передача божила я не знаю но да ладно мы сей хорошая давал передачу на плагалова но здесь йоханссон на месте друзья делает хороший сэйф наконец-то одна из таких передач которая не проходила до этого очень много раз наконец-то она прошла и вот первый такой серьезный момент после такой вот передачи вдоль ворот прямо не вдоль ворота знаете такая передача которая очень легко перехватить если так посмотреть и до сих пор у нас друзья уже второй период да уже второй период практически подходит концу и у нас пока нет заброшенных шайб к сожалению алексеев телегин шелунов на чайковский перехватывает эту передачу отдает передачу на алексеева алексеев снова дает отдавал такую же передачу но и очень легко перехватили вы не бросает ее рынка на месте шайба здесь выходит к сожалению лица иска из зоны чайковский нужно решать что-то да отдает на лямину чайковский дальше муранов хорошая передача на индерс алексеев муранова какой стопроцентный момент ну-ка здесь не забросили хоккеиста динамо там прямо на ленточке была шайба реальная возможность была конечно выйти сейчас у динамовца вперед и там так хорошо муранова по-моему ввели на голевую позицию сейчас учил яшки на момент до 2 момента интересно создали динамовцы григорянка бросает и рынка на месте пока все хорошо на гол кипера динамовцев так а пальков что будет делать отдавал передачу но пукин там не смог ее замкнуть капризов не видно первое звено совсем у дина у цска пути нужно отдать передачу хорошо афиногена друзья замечательный шайба забивает ветеран московского динам друзья после передачи пулкин у нас противово друзья просто красивую шайба забивает но я лично так считаю очень хорошей комбинации я ждал это передачу от пути не на и она как раз таки была 1 0 до под конец первого периода друзья в уходе динамовцы вперед и я никогда рад этому событию друзья 10 а под конец первого периода максим афиногена друзья забросил у нас шайбу с передачу тема пути так у нас второй период теперь уже закончен и давайте уже поскорее переходить периоду под номером 3 и посмотрим как будет действовать цска посмотрим что будут они предпринимать но все матчи конечно в этой серии нам напряженные и понятным делом что цсками так что просто не сдастся но все будет зависеть конечно от того кто забьет вторую шайбу конечно если это сделать динамовцы то конечно сложнее будет отыграться цска по такой игре потому что у динамовцев знаете по делу был гол потому что вспоминать даже те два момента которые возникают втором периоде до муранов как там не забил да и яшкин после броска петерсона тоже мог забивать но не получилось а так момент в цска я даже спомню ты не могу так романов бросается неудобно не особо опасно хитами иронов яшкина дают на петерсона петерсен дальше на пачок шипачева шипачев створ не попадает даже близко вообще григоренко будет сам пытаться не не емко шайбу фиксирует масалёвного масалёва по привычке масалёва помню играл помню из московской динамо тоже тут мы все вот так селевич плохая передача тарасов падают на пологолову пологолов будет отдавать на тарасов тарасов бьет пологолов добивает йоханссон на месте телегин он бросает не попадает створнями чайковский тарасов нужно расставаться с шайбой тормозить тараса знаю то что выражение не особо они особо используемые хоккея в комментариях но я не мог как-то по-другому сказать если честно на пальцах выигрывает это убрасывание лаку был полностью не с первым номером афиногенов друзья автор единственный пока шайбы у нас здесь в матче а пальков покинь пройдет ли нет ой афиноген забивает вторую шайбу и 20 выходит нам спирт смотрите вот путина дает передачу и здесь афиногенов опережает защитника цска и вот так вот забивает вторую шайбу модель очень похоже копия феногенов друзья и 20 дубль у максима друзья и 20 наше матче да туда конечно рад что динамо цель пройти еще мурану момент и мурану какой момент уже знаете второй стопроцентный момент возникает в эту динамо в цену не получается почему-то вот сейчас попов мог забросить если бы сейчас попов бы забил бы то интрига бы возвратилась а так на снова иду динамо вперед здесь ложатся уже под шайбу кисли цска акулов заворотами отдал на темпе но совсем прямо блокировали его а пальков хороший бросок марченко от марченко кстати ушел афиногенов да здесь череда просто бросков сам бросается такие люди на вами бальков бросал и йоханссон пока йоханссон фиксирует шайбу давайте лучше так что договориться вратарей который движет выпустил тяжело конечно но в этом конечно нет ничего такого григорьев подает на полагалов полагалов на моисеева тарасов проходит окиселею здесь все-таки перехватывают передачу шелунов шелунов бросать и рынка шайбу ловит и спокойно я фиксирую друзья секач нам показывает вообще первое звено не видно пока в этом матче друзья не секач не григоремка не капризовый тем более на топовые игроки а вас друзья вообще не видно романов бросает все хочу не дадут здесь добить петерсон яшкин яшкин створ не попадает петерсон момент йоханссон месте пока тягач нужно бросать я хочу капризов зачем нужна была эта передача капризов мог сам бросать яшкин здесь открывать шипачев нет не проходит шайба до него григоренко хороший бросок миронов первый на подборе а пальков у яшкин момент с неудобной руки бросает не попадает григорьев еще один бросок по пальку добивал парочку моментов еще возникло возле ворота и пока все идет тому то что друзья динаму у нас поведут 21 серии пока 2-0 за 4 минута до конца динамов выигрывает акулов выиграл бросами на умников марченко просто шайбу выбрасывает и здесь будет проброс да проброс фиксируется байков был первым на шайбе идем к очень классный матч проводит алексеев проиграл брасня акулову толчинский атака всеми силами вот такая тактика стоит и сергей толчинский друзья одну шайбу забивает здесь знаете бросок акулова первый не получился получился нам попал защитника вторым броском отбил все-таки ременька шайбы и третьим уже не смог здесь а третий бросок отбить от толчинского едва один друзья сокращают цска преимущество динамовская так пути не по пальку момент сразу же такой опасный момент возникает возле ворот йохансона шелунов бросает с кистей не попадая створ мистеров а пальков пунктин хороший бросок телегин внутри 33 в один вы выходите 3 в 1 надо реализовывать шипачок 50 секунд осталось нужно переводить в зону соперника игру до что и делает мамин нет не делать теряет шайбу шипачок яшкин что делать непонятно петерсон чеканушки просто что-то разыгрывали непонятно и петерсон своим броском все-таки заканчивают атаку динамовцев брат с ним зоне с цска и цска нужно из кожи вон идти в зону носовой соперника и менять как минимум вратаря и пытаться что-то сделать ты еще полагалов выигрывать бросание то григоренко секач бросаясь кисти и рынка на месте берем к решает не оставлять лямин выбрасывает а не попадает пустые ворота здесь будет проброс до берем к решил все-таки оставить шайбу в игре дабы не было проброса ой дабы не было выбрасывание но ведь как получилось селями не попал в рот и 6 игроков полагалову очень важно полагалу который выиграл бросание чайковский нужно избавляться от шайбы так чтобы не было проброса неужели попадет нищие вообще немножко не попал и 10 секунд остается до конца нашего матча друзья если бы сейчас попал бы то друзья все было бы кончено так за 10 секунд еще можно что-то попробовать сделать в и набрасный против полагалова да в этот раз проиграл вэй с неудобно бросает тарасов друзьям и сев да это раз и должен забивать прям под 3 под прям под перекладину забивает да мы сию конечно можно было самому забивать дал здесь передача и прям под перекладин друзья заколачивать нападающий московского динамо и за 4 секунды до конца друзья 31 становится счет в нашем матче и уже очень большая вероятность то что 21 в этой серии поведет московская динамо поздравляю я подопечных или игры кунова друзья и совсем скоро уже будет четвертый матч который будет также проходить у динамо дома друзья всем большое спасибо за просмотр обязательно подпишитесь на канал обязательно поставьте колокольчик друзья напишите годный классный комментарий и давайте посмотрим все-таки трех звезд ларс йохансен нам показывает 3 звезда матча и вторая звезда конечно же максим афиногенов который заработал аж плюс 2 в этом матче забросил две шайбы 2 очка и александр еремко вполне заслуженно друзья отбил 34 броска из 35 я думаю заслужил он первую звезду матча друзья всем до скорых встреч сегодня будет еще несколько матчей я думаю будет матч сибирь-борысы и конечно же думаю наверное будет матч между йокеритом иска друзья всем спасибо за просмотр еще раз ждем остальные матчи